Дефицит на рынке автомобилей подталкивает некоторых к преступным схемам. В Брестской области таможня и милиция выявили сразу несколько комбинаций ввоза автомобилей в обход уплаты налогов. Сэкономить на растаможке и выгодно перепродать авто. Такие схемы все еще фигурируют на границе. Интерес представляют как легковые автомобили, так и магистральные тягачи. Чем может обернуться такое желание заработать или сэкономить, расскажет Владимир Королев на конкретных примерах. Пригнали полтора десятка автомобилей-клонов из Европы, не заплатив за растаможку. Последние годы подобная схема крайне редко встречалась в нашей стране. От оригинала, который колесил по белорусским дорогам, такая машина отличалась лишь винномером, который перебивали. У автомок незначительно разнится салон и год выпуска, но визуально транспортные средства были идентичными. Некоторые автомобили за границу даже не выезжали. У фигурантов обнаружены и изъяты транспортные средства с поддельными инфекционными номерами, комплекты регистрационных знаков и документов. Автомобили в основном пересекали границу ночью, чтобы усыпить бдительность таможенников. Новые авто въезжали на белорусских номерах. Складывалось впечатление, будто они давно растаможены, а белорусы возвращаются на родину. 51-летний гражданин Республики Беларусь, уроженец города Коприно, являлся организатором преступной группы, действовавшей по предварительному сговору. Ее участники на протяжении прошлого года везли 15 транспортных средств, на которых были навешаны белорусские регистрационные знаки. Такая схема использовалась с целью уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 150 тысяч рублей. Техпаспорт был от машины, которая и не выезжала из Беларуси. Уже доказано, что в некоторых случаях авто пересекали границу по поддельным регистрационным и перебитым ВИН номерам. Экспертизы продолжаются. Проведено более 10 судебных экспертиз идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. В результате установлено, что в двух автомобилях идентификационные номера изменялись. Судебными экспертами установлено их первоначальное содержание. На исследование также были предоставлены два свидетельства о регистрации транспортных средств. Бланк одного из них оказался изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Самого организатора преступной схемы задержали в пункте пропуска Брест, когда 51-летний житель Кобрина в очередной раз выезжал в Польшу. В его вещах обнаружили лонжерон с номером кузова и белорусские регистрационные номера. Предположительно, вновь подделку. Сейчас это также на экспертизе. Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей. Впрочем, не исключено, что в отношении фигурантов пополнится список преступлений. Очень сложно себе представить, чтобы такие машины можно было как-то легализовать на территории Беларуси. Поскольку банальные техосмотры, оформление страховки или какие-то регистрационные сделки с машиной, и обман скроются очень быстро. Несмотря на то, что схема сама была направлена на уклонение от уплаты налогов, в Беларуси также предусмотрена ответственность как за подделку документов, это применительно к подделке свидетельства о регистрации транспортного средства, так и ответственность существует за подделку ВИН-номера. Там мы сроку лишили свободу предусмотрен до 5 лет. Владельцам автомобилей, у которых видоизменен ВИН-номер, следует напомнить, что участие таких автомобилей в дорожном движении, согласно правилам дорожного движения, у нас запрещены. Теперь задача следователей понять, для каких целей участники ввозили автомобили-клоны. Пока версий две. Оригинальная машина сгнила, ее опустили на запчасти, а пригнали такой же автомобиль, тем самым сэкономили на покупки. Вторая версия криминальная. Фигуранты решили нелегально продать машину на поддельных номерах на авторынке в России. Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. В больших автомобилях и ставки намного выше. Только за последний месяц в пункте пропуска Козловича таможенники задержали 6 большегрузов, чьи владельцы решили сэкономить на растаможке, занизив стоимость купленного тягача или полуприцепа. Практически все фуры следовали в Россию. Были обнаружены сокрытые комплекты документов на транспортные средства с фактической стоимостью, которая оказалась в два раза выше заявленной. Так, в последних пяти случаях, при ввозе транспортных средств пункта пропуска Козловича, стоимость таких транспортных средств составила 432 тысячи рублей. И такое занижение позволило бы недобросовестным субъектам хозяйствования сэкономить на таможенных платежах порядка 60 тысяч рублей. Сейчас автомобили находятся в зоне таможенного контроля в ожидании решения Фемиды. С начала года только сотрудники Брестской таможни выявили свыше 20 фактов ввоза магистральных тягачей и полуприцепов по заниженной цене. В этом случае говорить об организованной группе не приходится. Для каждого владельца фуры случай единичный. Всех участников ожидает штраф за предоставление недостоверных сведений от аварий. До 30% от стоимости предмета правонарушений. Практически всегда владельцы выплачивают штраф и законно оставляют большегрузы себе. Владимир Королев и Дмитрий Чумак. Зона Х. Итоги недели.